Метод вычитания типажа позволяет нам выявить те особенности, которые остались во внешности, или которые есть во внешности, помимо драматической доминанта. То есть фактически мы очень последовательно, логично выстраиваем анализ внешности, и мы не позволяем какой-либо детали ускользнуть. И имея рядом эталон драматического проявления, мы уже можем с вами в правильной форме, а мы помним о том, что при методе вычитания мы используем следующие формулировки. Например, давайте я попробую начать, а вы подхватите. Более крупные и более круглые глаза относительно миндалевидных, их нельзя абсолютно круглыми назвать, но относительно драматических, они более круглые, более распахнуты, с более выразительным веком. Я говорю более. Дальше я говорю более рот, или менее длинный рот, больше собран к центру лица. Более легкий подбородок и имеющий объем лица, более легкий в этой части и дальше расходится на расширение. Тоже очень важный маркер облегчения подбородка. Кроме того, мы еще обязательно заглянем в фото лица с большей полнотой и увидим, какие там еще маркеры скрываются. Брови выше, чем у драматика и длиннее с каким-то взлетом, углом и падением. То есть у нас есть брови с изломом, с большим взлетом, изгибом в виде, даже это будет не изгибом, а изломом правильно называться. И, соответственно, более длинный. Дальше относительно драматика более изящный нос. Вот мы с вами пытались сказать, да, драматический длинный нос, но это очень относительно. Очень относительно, потому что если мы буквально возьмем драматический длинный нос, то наш носик миниатюрнее. Да, в нем присутствует, так сказать, легкая вот эта острота в ближайшем рассмотрении, мы очень легко это увидим. Тем не менее, носик гораздо миниатюрнее. Так, глаза миндалевидные по драматику. Ну, смотрите как, миндалевидные глаза девушки в буквальном смысле – это не наша история. У нас глаза гораздо более распахнутые, круглые, с выразительным веком. Миндалевидные глаза, здесь их меньше будет видно, они будут более вытянутыми, более тонкими, если можно так о глазах сказать. Да-да-да, чуть более распахнутые и так далее. Здесь мы совершенно с вами, совершенно соглашусь. Да, да-да-да, поэтому в сравнении с драматической основой они более круглые, совершенно верно. Вот так будет правильно сказать. Они не круглые, но они более округлые, то есть есть тенденция в этом направлении. Кстати, да, есть интересное наблюдение по некоторым другим фотографиям, которые я тоже покажу. И вот здесь прическа, так сказать, позволяет нам увидеть, например, ну, так сказать, всё лицо в целом, да, но закрывает немножко боковые части лба. И это тоже для нас, да, это тоже для нас очень важный показатель. Мы сейчас откроем на некоторых других фотографиях. Брови, обратите внимание, то есть вот тоже, Вера, очень важно, дугообразная бровь – это вот такая история. А у нас с вами, я себя даже поправила, да, бровь с изломом, да, вот это важный момент, чтобы потом нам… То есть, смотрите, чёткая формулировка, точная формулировка, она даёт возможность не сбиться с пути. Потому что как только мы начинаем очень, ну, как сказать, туманно выражаться, соответственно, мы и приходим потом куда-то к странному типажу, да. Так что вот то, что касается бровей, мы озвучили. Давай. Давай.